Привет! Рынок компьютерной периферии сегодня поистине огромен. За последние годы на нем появилось какое-то невообразимое количество устройств, помогающие пользователю решать абсолютно разные задачи. Среди них игровые клавиатуры, мышки для графических программ, трекпады и другие экзотические штуки. Однако все это сложные специфические гаджеты, которыми пользуются в основном энтузиасты. Большинство же пользователей предпочитает простые, надежные и самое главное недорогие устройства. Canon Set 14 как раз комплект, состоящий из таких устройств, он включает в себя мышь и довольно неплохую проводную клавиатуру, В магазинах этот набор стоит около 1000 рублей, что делает его весьма привлекательным дополнением для бюджетного офисного компьютера или домашней рабочей станции. В этом видео мы подробно рассмотрим устройства, входящие в него и попробуем разобраться, какие у них есть плюсы и минусы. Итак, клавиатура выполнена из достаточно крепкого матового пластика черного цвета. При относительно небольших размерах в нее добавили подставку под кисти и полноценный цифровой блок. Толщина у клавиатуры небольшая, при этом используются стандартные высокие клавиши без углублений на поверхности. Набирать текст с их помощью вполне комфортно, они имеют приятный и четкий ход нажатий, но вот совсем бесшумными назвать я их не могу. Щелчки от нажатий присутствуют, пусть и не слишком громкие. Кнопки расположены на небольшом расстоянии друг от друга, тем не менее на точность нажатий это совершенно не влияет. Печатать можно много и быстро. Кириллические и латинские символы одинакового размера. Из дополнительных фишек хотелось бы отметить мультимедийные клавиши, которые делятся на три блока. Первый позволяет управлять громкостью музыкального плеера, второй переключением треков, а третий содержит себе клавиши для управления браузером. Над цифровым блоком традиционно разместились три светодиода, загорающиеся красным цветом. Клавиатура использует стандартную Windows раскладку, все клавиши находятся на привычных местах, шифты же используются полноразмерные. Из непривычных моментов в глаза бросилась разве что уменьшенная клавиша Enter. На обратной стороне корпуса находятся маленькие откидные ножки, с помощью которых можно немного изменить угол наклона клавиатуры. С точки зрения надежности, устройство не вызывает особых вопросов, пластик у него достаточно крепкий, лицевая панель клавиатуры не прогибается от нажатий на клавиши, да и согнуть руками его достаточно проблематично. Как я уже говорил в начале видео, в комплект сет 14 входит простенькая оптическая мышь Canon M10 с разрешением сенсора 1000 dpi. К большому счету это стандартная трехкнопочная мышь, ориентированная на офисные нужды. Чудес в играх от нее естественно ожидать не стоит, но с большинством повседневных задач она вполне нормально справляется, форма у нее симметричная, поэтому можно пользоваться и как правой, так и левой рукой. Оба девайса используют проводное соединение, соответственно рассчитывайте, что вам потребуется два свободных USB порта для подключения. С другой стороны они не требуют подзарядки и замены аккумуляторов, что в некоторых случаях может быть плюсом. Кстати говоря, длина кабелей составляет полтора метра и разумеется поддерживается как Windows, так и macOS. Но учитывая особенности раскладки, конечно же комфортнее будет использовать эту клавиатуру для Windows. Итак, подводя некоторый итог, хотелось бы сказать, что Canon Set 14 это в первую очередь бюджетный комплект. Не стоит ожидать от него наворотов и чудес в плане функционала. Он неплохо подходит для решения повседневных офисных задач, клавиатура полноразмерная, на ней удобно набирать тексты и надежность ее не вызывает вопросов. Что касается комплектной мыши, она максимально простая, но необходимый минимум потребностей перекрывает с лихвой. Ну а на этом все, вы смотрели канал geekonside.ru, увидимся в следующих видео и всем пока.